Жители Мосина раскритиковали планы Владимирской мэрии по приведению в порядок местной дороги. На сайте госзакупок появилась информация о том, что городадминистрация ищет подрядчика на выполнение дорожных работ между Спасским и Мосина. Их стоимость оценивается примерно в 90 миллионов рублей. Срок завершения ремонта 1 ноября этого года. Но проект не предусматривает ни оборудования остановок, ни пешеходных дорожек. Хотя ранее чиновники обещали провести полноценную реконструкцию дорожного полотна. В реконструкцию входило мало того, что оборудование дороги, оборудование остановок, пешеходных дорожек, освещение. Теперь получается только ремонт дороги, обман и издевательство. То есть мы будем по-прежнему ходить километр до деревни Мосина, а потом возвращаться, тоже этот же километр, но теперь в горку, с сумками, в любую погоду, снег, дождь. Судя по информации на сайте госзакупок, среди прочего планируется провести устройство слоев покрытия из асфальтобетонной смеси, а обочины засыпать щебнем. Напомним, наш телеканал уже не раз рассказывал о местной дороге. Ее ремонта местные жители добиваются как минимум последние 10 лет. В итоге дело дошло до суда. Он постановил привести дорогу в порядок к лету прошлого года. Но решение Фемиды так и не было исполнено. В апреле этого года областная прокуратура сообщила следующее. Прокурорам направлен исполнительный лист в службу судебных приставов исполнителей. В настоящее время взбуждено исполнительное производство. Администрация города Владимир работает над проектом реконструкции указанной дороги. Тогда наш канал направил в мэрию официальный запрос. В том числе мы пытались уточнить у чиновников конкретные сроки проведения капремонта дороги. В ответ на наше обращение мэрия ответила, что капитальный ремонт будет проведен. Но когда именно, пока неизвестно. Сроки выполнения ремонтных работ будут определены после ее завершения. Дорога планируется двухполосной, освещенной с тротуаром, ливневой канализацией, разворотным кольцом для автобусов и остановкой общественного транспорта. В середине мая, судя по социальным сетям Дмитрия Наумова, глава города провел выездное совещание. И на тот момент мэр города также говорил о проведении капремонта дороги Спаская-Мосина. Готовьте документы на разработку СМЕД, для того, чтобы нам выйти на ремонт. Мы сейчас принимаем решение, выходим на правительство, скоро реконструкция продолжаем. Те деньги, что мы свои предусмотрели, мы заведем до конца. И это уже будет следующий этап строительства и реконструкции этой дороги. Но теперь выясняется, что чиновники решили капитальный ремонт отложить до лучших времен. Одна из местных жительниц говорит, что о приезде главы Владимира в Мосина узнали только из новостей. Что вы с местными жителями, конечно, он не стал встречаться. Никто не знал, зачем. Он пришел спокойно, посмотрел, что можно сделать. Они там покумекали и решили между собой, что реконструкцию делать они не будут, а будут просто делать ремонт. К слову, буквально уже через неделю Дмитрий Наумов сменил тон в вопросе готовности провести капитальный ремонт. Вот, например, отрывок одного из его интервью от 23 мая этого года. Но вопрос реконструкции на сегодняшний день, он не заморожен. То есть проект мы закончим. И после получения экспертных заключений будем постепенно его реализовывать. По возможности будут установлены освещения, где требуются пешеходные переходы, будут расширены участки и заездные карманы для автобусного сообщения. Но это уже перспектива реконструкции данной дороги и там ближайших там нескольких лет. То есть получается, что установка освещения, пешеходных дорожек и остановок общественного транспорта откладывается на годы. Причем, судя по темпам, с которыми местные власти взялись за проведение косметического ремонта, вопрос о дальнейшем благоустройстве может вновь затянуться на очень долгое время. Остается неясным только одно, почему власти сразу не стали говорить о своих планах по ремонту Мосинской дороги. Алексей Домнин, Егор Никитюк, Шестой канал.